Всем привет! Рад вас всех видеть на канале Интересно, но факт. Сегодня будет 20 удивительных фактов о космосе и астрономии. Всем приятного просмотра, а мы начинаем. Луна имеет форму лимона. Несмотря на свой внешний вид в ночном небе, наш естественный спутник далеко не круглый. Фактически. Луна имеет форму лимона со сплюснутыми полюсами и выпуклостями как на ближней, так и на дальнем стороне вокруг экватора. Считается, что эта странная форма возникла во время взаимодействия с Землей вскоре после ее образования. Млечный путь пахнет ромом, малиной и выпивкой. В 2009 году астрономы, исследовавшие гигантские облака газа и пыли в центре Млечного Пути, сделали неожиданное открытие. Облако было наполнено химическими веществами, известным как этилоформиат, который обладает несколькими интригующими свойствами. Он отвечает за придание малине вкуса и имеет запах рома. Другой ближайший регион также примечательен тем, что в нем много этилового спирта или этанола, который мы используем для производства алкогольных напитков. Содержится достаточно алкоголя, чтобы обеспечить каждого жителя планеты 300 тысяч пинтами пива в день в течение следующего миллиарда лет. Если разливать это пиво по бутылкам из источника, то его стойкость будет очень низкой, с содержанием алкоголя менее 1%, поскольку облако также содержит множество других неприятных химических веществ, среди которых угарный газ и цианистый водород, но следующее утро у вас все равно будет сильно болеть голова. Технически один Меркурский день длится 59 земных суток, в то время как год длится 88. Однако, из-за очень экстратичной орбиты Меркурия и его ориентации по отношению к Солнцу, подражительность времени от восхода до восхода Солнца, известной как Солнечный день, равна 176 земных суток, два раза больше Меркурского года, вы могли бы продержаться пару минут в дырявом скафандре. Хотя в таких фильмах, как «Вспомнить все», показаны многоверные взрывы и быстро надувающие скафандры, последствия пребывания в космосе немного менее драматичны. Хотя, это, безусловно, было бы неправильно, вы могли бы продержаться пару минут. Примерно через 10 секунд вы потеряете сознание. Более низкое давление вакуума заставило бы вашу кровь вскипеть вместе с другими жидкостями организма. Влага на вашем языке, например. Но само по себе это вскипание не было бы смертельным из-за давления, подерживающего самим нашим кровоносным сосудом. В жидкостях вашего организма могут образоваться пузырики, газы, из-за чего ваше тело разбухнет. Низкая авуарность в космосе приведет к быстрому охлаждению, и ваши глаза могут замерзнуть. В течение одной минуты нехватка кислорода, быстрая декомпрессия может привести к повреждению легких барабанных перепонок и носовых пазух, а также к появлению синяков в кровотечении из мягких тканей. Если бы магнитное поле Юпитера было бы видно, оно оказалось бы больше Луны. Область космоса, в которой доминирует магнитное поле массы, известна как ее магнитосфера. Эти области окружают планеты, пульсары и даже нашу галактику. Планеты нашей Солнечной системы имеют магнитосферу, которая взаимодействует с заряженными частицами в потоках ветра от нашего Солнца и формирует ими. Юпитер окружает самая большая магнитосфера в нашей Солнечной системе. Юпитер вращается очень быстро и имеет очень сильное магнитное поле. А его магнитосфера заполнена плазмой, его вулканическими активными спутниками НО. Эти особенности в сочетании с тем фактом, что Солнечный ветер на Юпитере медленнее и менее плотный, чем на Земле, приводят к образованию очень значительной магнитосферы Юпитера. Она достаточно велика, чтобы вместить тело размером с нашего Солнца. И если ее увидеть, было бы больше Луны на нашем ночном небе. Достаточно велика, чтобы вместить тело размером с нашего Солнца. И если ее увидеть, было бы больше Луны на нашем ночном небе. Настоящее достижение, учитывая, что она находится более чем 1500 раз дальше. С момента своего открытия Нептун совершил только один оборот вокруг Солнца. Нептуну требуется целых 165 лет, чтобы совершить один полный оборот вокруг Солнца. С тех пор, как Нептун был открыт в 1846 году, он лишь недавно совершил свою первую полную орбиту после открытия в 2011 году. Понижение планеты Плутон еще предстоит сравниться с этим, она даже близко не приблизилась к завершению одной полной 248 лет орбиты с момента своего открытия в 1930 году. Планеты могут блуждать в космосе без родительской звезды. Не все планеты формируются и остаются вокруг звезд. По оценкам астрономов их может быть более 200 миллиардов, свободно плавающих на нашей галактике. Считалось, что эти планеты изгои были изгнаны из своих родных систем. Хотя это верно, для некоторых другие планеты возможно сформировались совершенно независимо от аккреационного диска, как это было в случае с нашей Солнечной системой. Вместо этого образовались в результате коллапса крошечных холодных облаков, известных как глобулеты. Солнце теряет миллиард килограммов в секунду. Частицы в верхних слоях атмосферы Солнца настолько горячие и энергичные, что они уносятся в космос вместе с солнечным ветром. Каждую секунду наша звезда выбрасывает около 1,3 триллиона частиц. Это соответствует примерно миллиарду килограммов веществ в секунду или одной Земле каждые 175 миллионов лет. Одна чайная ложка нейтронной звезды весит столько же, сколько человеческая популяция. Плод из нейтронной звезды ошамляет. Эти звезды почти полностью состоят из нейтронов, собранные вместе с крошечным радиусом. Всего лишь чайная ложка этого вещества весила бы более триллиона килограммов, больше, чем вес всей человеческой популяции, которая достигает нескольких сотен миллиардов килограммов. Чтобы создать нечто столь же плотное, как нейтронная звезда, всему человеческому потребуется бы втиснуться в пространство размеров с кубик сахара. Большинство солнцеподобных звезд в нашей галактике находятся в нескольких звездных системах. Наше Солнце может быть единственной звездой, но оно в меньшинстве. Более поплывовины солнцеподобных звезд Млечного Пути является частью множественных звездных систем, двойных или тройных. Сот звездами вращаемся вокруг общего центра масс. Однако, большинство звезд с меньшей массой, так же как красные, карлики живут одни, без спутника. В космосе обнаружено огромное количество воды. Океаны и Земли, возможно, не так уж и уникальны. Считается, что три спутника Юпитера, Европа, Ганимед и Калисто, два спутника Сатурна, Энцелад на фото выше и Титан имеют подводные моря. Океан Европы может содержаться в два раза больше воды, чем на Земле. Однако, небольшое количество воды когда-либо внужно окружает черные дыры на расстоянии около 12 миллиардов световых лет от нас. В этом регионе содержится огромное количество водяного пара, что в 140 триллионов раз превышает объем воды в океане Земли. Гамма-всплески могут высвободить больше энергии за 10 секунд, чем наше Солнце за всю свою жизнь. Ничто во Вселенной не сравнится с мощностью, высвобождаемой во время гамма-всплеска, короткой, но невероятно интенсивной вспышкой, высокоэнергичной излучения. Существует много типов гамма-всплесков. Считается, что некоторые образуются при взрыве массового звезды, другие при слиянии двух нейтронных звезд. Есть звезды, которые мы никогда не сможем увидеть. Со временем большого взрыва большинство объектов в космосе удаляются друг от друга. Фактически, расширение Вселенной на самом деле ускоряется. Поскольку область космоса удаляется друг от друга со всей возрастающей скоростью, первая популяция звезд, сформировавшая во Вселенной, сейчас находится слишком далеко, чтобы мы могли когда-либо надеяться увидеть их, даже с помощью лучшего настоящего или будущего телескопа. Надежда не потеряна. Мы можем попытаться обнаружить их косвенно по энергическим всплескам, озвучение которого они испускают в конце своей жизни. На МКС существует гравитация. Видеозаписи астронавтов на МКС могут создать впечатление среды, свободной от гравитации, но на самом деле гравитация на борту всего на 10-11 слабее, чем на поверхности Земли. Астронавты свободно парят в воздухе благодаря постоянному состоянию свободного падения на МКС, аналогичному эффекту, испытываемому парашютистами. Отличие от МКС в том, что она также имеет горизонтальное движение. Когда МКС двигается вбок и падает к Земле, горизонт изгибается под ней. С той же скоростью удерживаем МКС на орбите и имитирует ощущение невесомости для всех, кто находится на борту. Наши дни становятся длиннее, скорость вращения Земли замедляется. Каждый год нашей планете требуется немного больше времени, чтобы совершить один полный оборот вокруг своей оси. Однако, изменения незначительны. Каждое столетие Земля замедляется на 1 дробь 50 секунд. Через 1000 лет один день будет на 0,02 секунды дальнее, чем сегодня. Теоретически черные дыры имеют противоположность известной как белые дыры. Черные дыры известны своим ненасытным аппетитом. Их влияние настолько сильно, что даже свет не может избежать их протяжения. Но теоретически у них есть обратная сторона белые дыры. Они фактически противоположны твоим темным родственникам, выплевывая свет и материю вместо того, чтобы удавливать их. Пока что это число, гипотический объект, астрономы размышляют о том, как они могли бы сформироваться в реальности. Луна с каждым годом удаляется все дальше. Луна оказывает протяжение на Землю, в результате чего наша планета имеет слегка яйцевидную форму. Это влияет на воду, еще сильнее создавая приливы и заставляя океаны скапливать к одной стороне планеты, образуя приливную выпуклость. Эта выпуклость перемещается по орбите вместе с Луной, поскольку Земля вращается быстрее Луны, 24 часа против 27 и 3 суток, выпуклое движение немного впереди положение Луны на орбите. Луна приближается к нему, фактически пытаясь замедлить его движение, в результате чего скорость вращения Земли постепенно замедляется в течение времени. Поскольку два тела взаимодействуют под действием силы тяжести, это притяжение приводит к тому, что Земля теряет энергию, в то время как Луна ее набирает. Из-за этого увеличение энергии Луны медленно вращается по спирали наружу, куда отдаляясь от нас на 3,8 сантиметров в год. Тепло от большого взрыва ощущается и по сей день. Ранняя Вселенная состоит из горячего супа, из иноизированного газа. Разновидность непрозрачного плазмы. Примерно через 380 лет после большого взрыва этот газ достаточно остыл, чтобы смогли образоваться атомы. Излучение, оставшееся после большого взрыва, все еще окружает нас сегодня. И известно, как космический микроволновый фон, SMB. Это невозможно видеть невооруженным глазом, но различные миссии на протяжении многих лет могли изучать эти в микроволновом свете, включая спутник плана ЕГА и миссию WMAP. Венера вращается в обратном направлении. Венера вращается в направлении, противоположное стальным планетам, нашей Солнечной системы. Очевидно, что это головоломка, которую необходимо решить, если мы хотим побольше понять о формировании и эволюции нашей Солнечной системы. Могло бы быть так, что на заре существует Солнечная система, в Венеру в зре врезался другой объект, заставший ее вращаться в противоположном направлении. Правда в том, что нет подтверждения теории относительно того, к чему Венера вращается в обратном направлении, относительно другой планеты. Но это единственная странность в орбите Венеры. Планета также вращается медленно, и в Венерный день эквивалентен 243 земным суткам, и длиннее Венера года в 225 земных дней. Уран самая холодная планета в Солнечной системе. Нептун самая удаленная планета от Солнца, поэтому можно ожидать, что это самая холодная планета, но это не так, есть Уран. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...